День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Простым языком на правительстве говорили об уборке снега и городском автотранспорте. Крупным шрифтом. В марте нас ждут изменения в законах. Какие? Расскажем. Замедляет темп. Банк России. Рост инфляции пока не тревожит. Разговаривать на простом человеческом языке призвал сегодня членов регионального правительства Павел Малков. Все доклады, по его словам, изобилуют канцеляризмами, которые нужно искоренять. И касается это практически всех чиновников. Ну а начали правительство по традиции с погодой. Первая тема на правительстве сезонно-традиционная. Капризная февральская погода принесла в регион так называемую низовую метель. Дороги перекрывали в Скопинском, Ухоловском, Сапожковском районах. Снежные заносы фиксировали на 68 участках автотрасс. Их общая протяженность 701 километр. На открытых участках скорость ветра достигает 12-15 метров в секунду. При фактической температуре воздуха минус 3 градуса Цельсия ощущается минус 8-10 градусов. Интенсивность наноса снега достигает от 1 до 3 часов после прохода техники. Комбинированные дорожные машины, которые мы традиционно видим при обработке дорог песко-соляной смесью, в этом случае малоэффективны. Для устранения данных последствий на помощь подрядам организациям по содержанию привлечена тяжелая техника сторонних дорожных строительных сельскохозяйственных предприятий в количестве 32 единиц. О качестве техники говорили рязанцы и в отношении городского автотранспорта. Если с парком УРТ все более-менее ясно, тут обновление идет полным ходом, то у коммерческих перевозчиков маршрутки зачастую не выдерживают никакой критики. Самые большие рычаги – это, конечно же, расторжение договоров, которые есть на сегодняшний день, Павел Викторович. На сегодняшний день мы отслеживаем работу коммерческого транспорта по выполнению и графика перевозок. Все результаты будут известны после, после течения кварталов. У нас есть возможности обязать их разместить телефон горячей линии у себя во всем подвижном? Сделаем, Павел Викторович. Давайте мы тогда, во-первых, проверим работу своей горячей линии, чтобы там действительно снимали трубки и действительно фиксировали нарушения, потом их прорабатывали. И вот такое объявление, как не раз я это видел, такую практику. Есть жалобы – обратись по такому-то номеру. Давайте мы это сделаем. У нас каждый день огромное количество людей на общественном транспорте ездит. Это, по сути, лицо города. И мы должны прийти к такому современному комфортному транспорту. Важно, чтобы было в одинаковом оформлении, в том числе внешнем, в хорошем состоянии, с соблюдением графика движения, чтобы работало. И частный транспорт к этому так или иначе будем тоже приводить. Освобождение от транспортного налога родителей и супруги бойца, погибшего в зоне СВО, на правительстве обрело юридическую силу. Льготу предоставят на автомобиль или мотоцикл без ограничения по мощности и бессрочно. Запрет рекламы VPN, правила оформления краткосрочных полисов ОСАГО и винные этикетки с крупным шрифтом. С марта этого года в стране вступает в силу ряд новых законов. Подробнее о них далее в сюжете. Начнем с выплат. С марта повысят пенсию 80-летним. Заявлений для этого никаких подавать не нужно. Перерасчет произведут автоматически. Пособия увеличат и тем, кто получает пенсию по инвалидности. Сумма выплат станет больше, если в предыдущем месяце гражданину была установлена более тяжелая группа. Важно отметить, доплаты устанавливают только один раз и только по одному основанию. То есть или возраст, или инвалидность. С марта под запрет попадет реклама сервисов VPN. То есть, если какой-то сайт поделится секретом о способе обойти запрет, то будет попросту заблокирован. Запрещено не только рассказывать, как пользоваться VPN, но и рекламировать его. В Госдуме пояснили, что хотят уберечь Рунет и его пользователей. Однако сам VPN по-прежнему не запрещен. Депутаты говорят, дескать, сервис этот необходим отечественным компаниям для работы. Авторы следующей инициативы отметили, что ежегодно в России образуется порядка 600 тонн высокоопасных отходов. А объективную информацию об утилизации предоставляют далеко не все предприятия. Теперь за сокрытие или искажение информации об отходах предприятие получит штраф до 150 тысяч рублей. Речь идет о ртутных и люминесцентных лампах, градусниках, аккумуляторах и другом мусоре, который не распадается. Рассматривать дела о таких правонарушениях будет Росприроднадзор. Хорошие новости для зоозащитников. Со следующего месяца начнут действовать новые требования к местам торговли животных. В них закреплены размеры клеток и вольеров в зависимости от возраста и веса животного. Плюс в документе закреплены требования к освещению температуры и влажности воздуха. Отдельно прописано, что у кошек в вольерах должны стоять когтеточки, а у щенков и котят прорезыватели для зубов. Единственное исключение в новом документе – требования не коснутся продажи животных самозанятыми. Изменятся требования к маркировке вина. С 1 марта на этикетке будет в обязательном порядке указан производитель, сорт, место происхождения и год урожая винограда. Притом большим шрифтом. Так, к примеру, год урожая 12, сорт не меньше 8. Рязанская областная прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу, направленному в советский районный суд. Речь идет о большом ДТП летом 22 года на автодороге «Золотое кольцо». Тогда столкнулись сразу три автомобиля. При этом правила нарушили все три водителя. Вот только от действия одного из них погибли два человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы. Собранные предварительным следствием по уголовному делу доказательства явились достаточными для предъявления 35-летнему водителю легкового автомобиля обвинение в нарушении лицом управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. Двум другим участникам предъявлено обвинение в нарушении лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц. В отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и в надлежащем поведении. Банк России обозначил новые цифры по росту инфляции в регионе за первый месяц этого года. Тенденция пока вверх, показатель вырос на 0,2%. 6,7% много это или мало, расскажет Валерий Седов. Причина роста цен в регионе довольно спорная с точки зрения простого обывателя увеличение сдержек производителей, которые тут же увеличили цены буквально на все. Разве что на продовольственные товары рост несколько замедлился. Еще одна причина – нехватка персонала. А тем, кто есть, предприятия повысили зарплату. Продовольственная инфляция увеличилась почти до 8%. По-прежнему актуальна для производителей проблема нехватки кадров. Предприятия стремятся удержать сотрудников, а дополнительные затраты переносят в цены. Еще одним важным фактором является удорожание сырья. С этим столкнулись, например, производители конфет. Какао-бобов собрали меньше из-за неблагоприятных погодных условий, поэтому на мировом рынке они стали дороже. Себестоимость кондитерских изделий выросла, что привело к изменению в рознице. Увеличился и годовой темп прироста на непродовольственные товары. В чем-то даже по самым необычным причинам. Например, на одном из крупных нефтеперерабатывающих заводов сломалось оборудование. Недолго думая, нефтяники тут же подняли оптовые цены на топливо. Рост цен на косметику связан с увеличением затрат на закупку импортного сырья и обслуживание зарубежного оборудования. В общем, отговорок у производителей в избытке. Инфляция в сфере услуг снизилась до 5%. Ежегодное изменение стоимости проезда в транспорте в январе 2024 года было меньше, чем за год до этого. К тому же затронуло не все маршруты. В итоге рост цен на поездки замедлился. И все же базовая инфляция в регионе увеличилась. В январе это 6,15%. ЦФО показатель этот больше. 7,3%. Рост идет плавно. Инструментарий Банк России позволил несколько замедлить инфляцию. Эксперты Банка России считают, что для устойчивого снижения инфляции необходим длительный период жестоких денежно-кредитных условий. Прогноз пока тот же. В этом году инфляцию ждут в 4-4,5 пунктов. До конца календарной зимы остаются считанные дни. Наступит ли климатическая весна? Пока синоптики в этом сомневаются. О прогнозах метеорологов на ближайшее время прямо сейчас. По прогнозам синоптиков, на большей части русской равнины почти весь март на Земле продолжит лежать снег, а на градусниках держаться минус. Более того, в некоторых регионах на старте календарной весны, вероятно, суровые зимние морозы и обильные снегопады. Согласно предварительному прогнозу, который озвучил научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфанд, из-за обилия снега, который регулярно выпадал в России все последние месяцы, температурный фон в начале календарной весны будет ниже климатической нормы, а март 2024 фактически станет еще одним зимним месяцем. При этом специалист предупредил, что погода на старте предстоящей весны будет неоднородной, с резкими температурными перепадами. По словам синоптиков, в умеренных широтах климатическая весна никогда не наступает 1 марта. Ледоход на реках начинается в самом конце марта, порой даже в начале апреля. Снег сходит с полей в апреле, грачи прилетают в третьей декаде марта. Поэтому, по словам синоптиков, климатическая весна в регионах центрального и северо-западного федеральных округов начнется в апреле. В марте же, по прогнозу гидромедцентра, воздух в лучшем случае будет прогреваться до плюс 5-7 в светлое время суток и опускаться за минусовую отметку ночью. Более того, в некоторые дни при дневном свете будет по-зимнему холодно. На Руси 27 февраля называли днем Кирилла Весну Кащика, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, как, например, в 2024 году, это предвещало грядущие морозы. Выставка продажи морских деликатесов с Камчатки снова ждет рязанцев КВЦ АК. Неизменный вкус и свежесть – главный критерий выбора ответа на вопрос, почему очередь к прилавку не заканчивается. Очередь к прилавку торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. Ну и, конечно, царица Мария Чавыча. Чавыча, потом белорывица, икорочку покупаю. Мы себя балуем, мы пенсионеры. Не каждый день же едим, но балую покупаю. А сейчас это купила. Еду к детям, купила вот чавычки и печень трески. Да, рыбка хорошая, нравится, и мы очень довольны этим. Я взяла зубатку, и тут раз зубатку брала, мне она понравилась. Зубатку взяла. Чавычу пришла, за чавычу. Икра верит. Брала уже, не раз. За их богатый состав. Все там. Съел один раз утречком. Бутербродик, и на весь день хватит. Мне посоветовали чавыча, вот не знаю, посмотрю. Посоветовали чавыча. Морепродукт полезный, я все люблю. Все люблю, потому что полезный. Я не первый раз здесь покупаю рыбу, но чавычу покупаю первый раз. До этого мы покупали белорыбец. Вкусная рыба, все брала, всякую рыбу брала. Понравилась, мне по тверже рыба полтуз. Также в ассортименте выставки печень трески. И камчатские деликатесы, икра горбуши и нерпы. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами, а еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ. Известный факт, что красная икра является источником легко усваиваемых белков. Богата йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой, содержит полинасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная, с маслистом, с хлебочком. Прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улицы Есенина, 80-1. Выставка-ярмарка работает до 3 марта, ежедневно с 10 до 19. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова